Вы смотрите Ост-Вест, европейский информационный телеканал на русском языке. Меня зовут Морис Гатман. Здравствуйте и guten Abend. Простите. Прямо сейчас в нашем эфире Дайджест новостей. В ближайшее время. Уголь auf Wiedersehen. После отказа от атомной энергетики Германия теперь решила попрощаться еще и с углем. Это должно обрадовать производителей возобновляемой энергии и импортеров газа. В Берлине могут появиться обязательные прививки. КДС и СВДП требуют от правящей коалиции принять закон, который обязывает всех родителей прививать своих детей в дошкольном возрасте. Но социал-демократы левые и зеленые против. Две звезды немецкого Фейсбука ради эксперимента поменялись местами. В течение недели мэр города Тюбинген Порис Пальмер будет писать в аккаунте публициста Хазнаина Казима, а тот в аккаунте политика. Немец с российскими корнями решил продать свою коллекцию водки, которая даже занесена в Книгу рекордов Гиннеса. Это целых 3500 бутылок водки со всего мира. Они полные. В Берлине предлагают ввести обязательную прививку от кори для детей дошкольного возраста. Оппозиция в Берлинском земельном парламенте, а именно христианские демократы и свободные демократы, внесли законопроект, по которому парламент будет голосовать в феврале. Всемирная организация здравоохранения недавно опубликовала список 10 главных угроз для здоровья человека. И одна из них, цитата, «нежелание людей участвовать в вакцинации при доступности самих вакцин». Заболеваемость кори, по подсчетам экспертов ВОЗ, выросла на 30%. Именно в развитых странах есть все шансы полностью элиминировать эту болезнь. Но отказ от прививок приводит к тому, что время от времени происходят новые эпидемии. В Германии вспышка кори последний раз не наблюдалась в 2014-2015 годах, когда было зарегистрировано 2500 случаев заболевания корью. Тогда в Берлине умер годовалый ребенок, у которого не было прививки. В прошлом году заболело меньше 600 человек. В Берлине сейчас почти 93% детей при поступлении в школу привиты от кори в полном мере, то есть привиты дважды. Чтобы окончательно победить болезнь, нужно, чтобы привито было больше 95% дошкольников. Поэтому и организация детских врачей в Берлине выступает за обязательную прививку детей. Однако шансы на принятие этого предложения невелики. Правящая в Берлине коалиция из СТПГ «Зеленых» и «Левых» заявили, что обязательные прививки противоречат Конституции Германии, нарушают право на физическую неприкосновенность человека. Берлинский министр здоровья Дилек Колотт из партии СТПГ заявила, что сейчас первую прививку от кори делает уже больше 97% детей дошкольного возраста, а только вторую прививку реже – 92,6%. Она считает, что нужно ввести информационную кампанию о пользе прививок и об опасности, грозящей тем, кто их не делает. Серьезная вспышка заболевания корью фиксируется сейчас и в Украине. По данным Минздрава, с конца декабря до середины января корью в Украине заболели уже 8,5 тысяч человек. В последние месяцы число случаев заболевания корью росло и в России, в Москве, где сегодня в двух школах из-за этого объявили карантин. Германия собирается закрыть все угольные электростанции до 2038 года. Таково опубликованное накануне предложение так называемой угольной комиссии. В нее входили политики, промышленники, ученые и экологи. Петер Альтмайер, министр экономики Германии, уже высказался позитивно о выводах, которые сделала комиссия. И пообещал, что в ближайшее время должны быть приняты соответствующие законы. Вот он, собственно, Петер Альтмайер. Это в прошлую пятницу, когда перед канцерам там проходил митинг школьников в защиту экологии. Вместо того, чтобы ходить в школу, тысячи учеников приехали в Берлин, чтобы повлиять на окончательное решение угольной комиссии. Вообще, данное решение – хороший пример для культуры компромисса в Германии. Эту комиссию в прошлом летом созвало правительство, чтобы найти решение, которое устроило бы большинство тех, кого оно касается. В нее, в частности, входили ведущие политики тех земель, экономика которых сильно зависит от добычи угля, например, Саксонии и Бранденбурга. Также в нее входили экологи из организации Greenpeace, промышленники и производители возобновляемой энергии. Всего 31 человек. Мы это сделали. 96,4% членов комиссии приняли проект решения, который мы сегодня ночью окончательно обсудили. Комиссия таким образом дает федеральному правительству четкие указания к действию, как объединить заботу о рабочих местах, интересы экономики и защиту климата. С самого начала членам комиссии было ясно, что надо добиться успеха. С одной стороны, достичь тех целей, которые Германия ставит себе в вопросе защиты климата. С другой стороны, открыть новые возможности для регионов, где будет уменьшаться добыча и сжигание угля. Комиссия предлагает компенсировать ежегодными госсубсидиями в 2 миллиарда евро. В течение ближайших 20 лет получится сумма в 40 миллиардов евро. Собственники угольных электростанций также должны получить компенсацию за то, что они преждевременно закроют свои станции. Больше всего сомнений, найденный компромисс вызывает в вопросе, что же должно заменить доли угля в производстве энергии. А это на сегодняшний день почти 40% в масштабах страны. Напомню, что последняя атомная станция Германии закроется в 2022 году. Мюнхенский институт исследования экономики ИФО посчитал, что частично компенсировать потери мощностей будут импорты атомной и угольной энергии из Польши и Чехии. Но радоваться можно и импортерам газа в Германию, в том числе России. Несмотря на то, что до 2025 года 45% электроэнергии должно производиться зелеными методами, а такой энергии в прошлом году было уже 40%, это также означает, что в Германии на десятилетия останутся газовые электростанции. Представьте себе на минуточку, что в России на странице Алексея Навального писал бы Дмитрий Кицелев. И тот на странице этого телеведущего в порядке эксперимента. Или в Украине на странице Мустафы Наема писал бы мэр Харькова Геннадий Кернес. И наоборот. В Германии с сегодняшнего дня Борис Пальмер, мэр города Тюбинген, это известный университетский город на юге страны, и Хазнаин Казим, журналист с индийско-пакистанскими корнями, поменялись местами на своих страницах в Фейсбуке. И это очень интересный эксперимент во времена, когда стало модно говорить о том, что все мы живем в своем информационном пузырье и принимаем только ту информацию, которая совпадает с нашими взглядами. Идея появилась на прошлой неделе после дискуссии в Тюбингене, в которой оба принимали участие. Пальмер – политик из партии «Зеленых», который с 2015 года стал известен своими откровенными постами о проблемах с мигрантами в его городе и с предложениями о решении этих проблем. Правые тут же стали хвалить его. У него сейчас уже 45 тысяч подписчиков. При этом в своей же партии, то есть у «Зеленых», он стал почти персона нон-грата. Почти столько же подписчиков у журналиста Хазнаина Казима, спецкора журнала «Шпигл». Но они скорее зеленолиберальные. Казим написал книгу-бестселлер под названием «Почта от Карла Хайнца. Злые электронные письма от настоящих немцев». В ней он собрал свою переписку с немцами, которые желали ему смерти, болезни и много чего еще из-за того, что, мол, мигрант смеет высказываться настолько резко о поведении немцев. Кстати, на призывы к тому, чтобы он доказал, что он на самом деле немец и не просто имеет немецкий паспорт, Казим когда-то ответил следующим образом. Кто не узнал, это было начало немецкого национального гимна. Казим в аккаунте своего оппонента сегодня сначала поменял фотографию на свою и объяснил смысл нынешнего эксперимента. Обмен, попытка понять подписчиков другого, может быть, вернуть некоторые дискуссии в рамке разумного, корректировать некоторые вещи, ну и понимать, где диалог бессмысленен. По крайней мере, потом можно сказать, что я попытался. Паймер на странице журналиста тоже поменял аватар. Мэр в образе зеленого Бэтмена. И написал пост о своих успехах. Как он поднял экономику в своем городе и при этом уменьшил выпуск выхлопных газов в разы. Михаил Габович, берлинский социолог и историк с российскими корнями, который обычно занимается то исследованием протестного движения в России, то память о Второй мировой войне, сегодня удивил своих читателей, когда объявил в Фейсбуке, что продает коллекцию водки. И это целых 3500 бутылок водки со всего мира. Это собрание даже занесено в Книгу рекордов Гиннеса в ее немецкое издание. Как самая большая подобная коллекция. Вот, собственно, и грамота о занесении в Книгу Гиннеса. Тогда в коллекции Габовича было еще чуть меньше водки, чем сейчас. Оказалось, что все это водочное море собрал в свое время отец Михаила, Евгений Яковлевич Габович, математикой родом из Тарту. И вот как все началось. Ну, собственно, виноват во всем Горбачев. Потому что когда началась антиалкогольная кампания, сразу же после восторения Горбачева, после 80-го года, то мой отец, который жил тогда в Западной Германии, в Карлс-Рой, решил, что все, пришел конец. В скором времени этого великого достижения русской культуры больше не будет. Вот, и надо срочно собирать, чтобы его сохранить для будущих поколений. И тогда он исходил из того, что, ну, сколько может быть сортов водки вообще в мире? Ну, 100, ну, 200. А когда начал собирать, очень быстро понял, что, на самом деле, их просто огромное множество. Потому что в той же Германии, в той же Италии, например, буквально в каждом маленьком городе есть завод, который производит свой сорт водки. А то и несколько. Вот, и после этого, в течение многих лет, он очень активно собирал. Для нас это было ужасно, потому что любое семейное путешествие заключалось в основном в том, что мы ездили на машине, и в каждом городе останавливались в водочной лавке, скупали все, все это складывалось в багажник. В отличие от меня, выпить любил. Но это, на самом деле, были, ну, как бы не совсем, конечно, отдельные вещи. Но понятно, что бутылки из коллекции он не открывал. Но в этом и необходимости не было, потому что ему очень часто дарили дубли. И эти дубли потом раскрывались. Михаил Габович, сын математика и коллекционера водки, рассказал мне также об особенностях этих бутылок. И к какой удивительной сумме его папа пришел, когда он посчитал, сколько он вложил в это дело. Очень много оригинальных экземпляров. Ну, есть, например, огромная, просто больше, чем в человеческий рост, надувная бутылка, такая рекламная, какого-то эстонского сорта водки. Есть очень-очень старые бутылки, ну, не знаю, там, первой половины 20-го века, что для водки очень... Из экзотических стран, типа Монголии. Вот. Есть бутылки очень необычной формы. То есть в форме, там, не знаю, даже не помню, голой женщины или пистолета. Или особенно в начале 90-х очень любили производить водку со всякими такими политическими мотивами или криминальными какими-то пацанскими названиями и так далее, и так далее. Отец умер 10 лет назад, и еще при его жизни ему самому уже надоело этим заниматься, у него появились другие хобби, и уже он начал искать покупателей, но как-то не очень активно. И проблема в том, что у нас в семье никто не умеет заниматься бизнесом, поэтому мы уже давно всем рассказываем, что вот есть такая коллекция, и хотелось бы ее продать. Но поскольку у всех другие дела, никто этим систематически никогда не занимался. Вот. Поэтому я даже не знаю, хватит ли моих сил на то, чтобы хотя бы создать маломальский личный сайт или какую-то брошюру. Но, в общем, очень хотелось бы, с одной стороны, избавиться, чтобы освободить место, ну, и немножко денег заработать этим. А с другой стороны, мне кажется, что эта коллекция вполне достойна того, чтобы быть представлена где-то в более интересном антураже. Отец пришел к такой цифре 150 тысяч евро. Вот. Так что, ну, вот это какая-то такая цифра, которая регулирует. Вот. А коллекция находится просто в подвале жилого дома в Потсдаме, недалеко от Берлина. Иногда желающим ее показывают. То есть, ну, как бы, такого официального музея пока нет, но если кто-то очень интересуется, хочет посмотреть, понимая при этом, что никакой дегустации и распития там не устраивается, то, собственно, могут обращаться и коллекция будет продемонстрирована. Германия, и не только Германия, отметила День памяти жертв Холокоста. В воскресенье все СМИ следили за речами политиков на разных памятных мероприятиях. А в это же время по центру Берлина двигалась колонна протестующих. Они шли молча, и на первый взгляд было не очень понятно, против чего они протестуют. Разобралась моя коллега Люба Камырна. О чем это шествие? Случайный прохожий вот так сразу не разберет. С такими флагами в центре Берлина ходят часто, весело и громко. Но вот сейчас ни дискотеки, ни призывов, ни эффектных транспарантов. Разве что обращает на себя внимание одна картинка формата А4. Глава Чечни с радужным нимбом. Кадыров мечты. Автор портрета – новый берлинец, русскоговорящий, откуда-то из бывшей Советской Азии. Для меня, как человека из Центральной Азии, важно, что происходит в России, потому что Россия, она реально влияет на жизнь и судьбу людей в наших странах, в Средней Азии. По данным российской ЛГБТ-сети и правозащитников, с конца декабря 2018 года в Чечне снова были задержаны десятки человек, около сорока, заподозренных в гомосексуальности. Это очередная волна преследований и пыток. Двое задержанных скончались. Официальные власти – чеченские и российские – по-прежнему отрицают все подобные факты. Но не только в России проблемы – те, что уже за гранью. Вы объезженец или вы приехали сюда учиться? Я приехал учиться и работать. Но жить в своей стране, в Центральной Азии, вы не хотите называть страну, я понимаю, вы не собираетесь возвращаться туда? В данный момент нет. Когда ситуация улучшится, тогда я еще подумаю, приезжать назад или нет. У нас проблемы были с полицией, потому что полиция регистрировалась, например, на сайтах знакомств, встречалась с гейми, и как бы подставляли сообщество, и пытали, унижали. У меня был случай, когда мне что-то разжило, полиция. Вот таким же образом подставное знакомство? Нет, это не совсем так было. Я со своим бывшим парнем был в парке. Мы буквально лежали за руки, поцеловались, и нас поймала милиция, так скажем. И что они делали? Они начали шантажировать нас, что расскажут родителям, нашим родственникам, что мы геи начали унижать и меня, и моего друга, что это как бы против наших традиций, обычаев, против религии. И да, и они хотели денег. Вам пришлось дать денег? Нам пришлось дать денег. Спасибо вам за то, что вы сегодня пришли. Сегодня, в 12 дня, было мероприятие памяти жертв национал-социализма. Там, на мемориальной доске, написано, из-за своей истории Германия несет особенную ответственность за то, чтобы противостоять нарушению прав геев и лесбиянов. Дорогое федеральное правительство, выполняй свои обещания. Мы признательны Меркель за то, что однажды она говорила об этом с Путиным. Но еще один шанс был упущен, когда Маас недавно встречался с политическими лидерами России. Хайко Маас, министр иностранных дел Германии, каждый день ходит на работу в это здание, напротив которого ЛГБТ-активисты, немцы, русские и русскоговорящие собрались в день памяти жертв Холокоста, чтобы напомнить и рассказать о новых жертвах. Согласованный с полицией маршрут шествия от МИДа через весь центр с одной остановкой возле российского посольства к зданию канцелярии Ангела Меркель. Я не видела среди идущих, среди тех, кто пришел сегодня на демонстрацию, чеченцев. Они были, может быть, я не заметила? Их действительно не было. На всяком случае, все, кого я знаю, их не было. По одной причине. Потому что они боятся. То есть, с одной стороны, они приехали с большой травмой, их преследовали на их родине, их государство их не защищало. И здесь также им нельзя гарантировать полную безопасность, потому что мы видим, что кадыров, а также российские власти могут преследовать неугодных им людей, в том числе за рубежом. Есть ли у тебя какие-то свои данные? Есть ли эта новая волна тех, кто бежит сюда последние несколько месяцев или сейчас буквально эти недели? Что касается нынешней волны, то можно уже сказать, что многие люди эвакуированы. И есть большая верность того, что они в скором время окажутся в Европе, потому что в России им жить небезопасно. Поэтому мы призываем в том числе правительство Германии, так же как и всех других демократических стран выдать им гуманитарные визы, потому что им не только в Чечне небезопасно, но их также преследует и это мои законодательства и по всей России. На этом у меня все о новости Германии на русском языке. И в первом эфире смотрите на канале Ост-Вест каждый день по будням в это же время. До свидания и Офф бидерзейн.